На площади Ленина началась реконструкция здания, где когда-то располагались почта, телеграф, а также узел связи. Здание представляет историческую и архитектурную ценность и в новом облике обещает стать настоящим украшением центра города. Дом был построен в 30-х годах прошлого века. Интересно, что он хоть и стоит на площади и во многом формирует ее архитектурный облик, имеет другой адрес, даже два. Одно крыло, бывшая почта, значится на улице Комарова, другое радиоузел и телефонная станция на улице Парковой. К тому же часть этого крыла была пристроена позднее, это видно на старых фото. Специалисты отмечают архитектурную ценность здания и определяют его стиль как конструктивизм. Здание принадлежало компании Ростелеком и в последние годы находилось в весьма плачевном состоянии. Крыло на Комарова вообще считалось аварийным и давно пустовало. Оператору связи здание оказалось ненужным. Для размещения современного компактного оборудования такие площади больше не требуются. Районные власти пытались повлиять на ситуацию вокруг объекта в центре города. Мы неоднократно вызывали собственника Ростелеком и указывали о том, что необходимо за зданием что-то делать. Необходимо провести реконструкцию или капитальный ремонт. Собственник не смог Ростелеком это здание отремонтировать. Соответственно мы заставили, чтобы они отторговались и это здание продали. Они продали новому собственнику, который сейчас приступил к масштабной реконструкции. Глава района Алексей Валов держит объект на личном контроле и в постоянном контакте с новым владельцем, который предварительно провел экспертизу здания и она подтвердила в целом высокую несущую способность постройки. Сейчас в здании демонтируют старые перекрытия, где необходимо укрепляют стены. Сделали подготовку к заливке пола. Планируется торговый офисный центр. Первый этаж под коммерческой площадью, второй и третий этажи офисные помещения. А много что будет меняться в конструктиве? В конструктиве нет. Техноэкономические параметры здания не меняются. Остаются такие же площадь и объемы. Делаем капитальный ремонт, наводим красоту, красоту фасада, сделаем подсветку и приведем в порядок внешний вид как и города, так и здания. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».